Олег Иванович, зовут меня Евгений. Наверное, вас уже трудно чем-то удивить, но у меня такой вот вопрос. Меня он, по крайней мере, очень сильно удивил. И сразу попрошу, если можно, вот рядом со мной сидеть ваша супруга. Я ей передам микрофончик попозже. Да-да, конечно. Она, в принципе, хотела вам задать вопрос, а я так не могу спонтанно это делать. В начале лета вот мы расстались. И, в принципе, ничего здесь такого сверхъестественного нет, но у нас трое детей, и я остался с тремя детьми. Всем детям до семи лет было. Два, четыре... Она устала, сильно устала просто. Да-да, я тоже это понимаю, но вот ее не было три месяца, она жила с другим мужчиной, и ее к детям не тянуло вообще, она даже не звонила. Она устала себе. Устала. А вот для меня это, ну, измена-измена, и понятно, но предательство по отношению к детям... Да, предательство есть, да. Очень трудно мне это... Предательство есть. Я вот, честно говоря, ну, работаю над этим. Ваши лекции, мы как бы, мы 8 лет брак, и ваши лекции, мы, в принципе, весь свой путь слушали, и, в принципе, всегда разделяли этот стиль жизни, так скажем. Ну, что-то пошло не так. Что пошло не так, не знаю. Возможно, какая-то карма включена. Я знаю, что пошло не так. У нас 9 лет разницы. Знаете, когда я не буду продолжать. После ответа, да, мне микрофончик, хорошо? Ну, пускай она спросит меня. Ну, прям совсем все неожиданно. Спасибо вам большое. Вы хотите, если не хотите, не спрашивайте. Мы противодитель жизни. Я 8 лет с вами. Сегодня я весь день слушала ваши лекции. Мне мало, я даже, потому что сейчас я на лекции. Человек может сломаться иногда? Психика слететь с катушек может у человека? Как вы думаете? Я знаю. Что с вами произошло тогда? Я не знаю. В общем, где-то с февраля этого года мне стало очень сложно жить. Ну вот, вот об этом я говорю, да. Ну, я всем близким говорила. Никто не слышал, да? От этого ничего не... Ну, как, это был такой очень сложный период в моей жизни. Мне не хотелось жить вообще. Вот, вот, правильно. И будущее... То, что я вижу, да, так и есть. Потом я себя уговорила, что, ну, так, если прям совсем будет плохо, если прям я решу накладывать на себя руки, то, чтобы не лишать детей мамами, я уйду отдохнуть от них. Ну, мне почему-то оказалось, что я учу в Америку. И я не знаю, откуда эти мысли были, откуда это все приходило и так далее. Вот так, видите, человек не Бог. То есть человек может реально находиться на грани смерти. Ну, так судьба может сделать человек. И он в это время может совершить глупости какие-то. Или убежать из дома. Или наложить на себя руки. Такое возможно все. Человек, если не умеет молиться, не умеет убеждать судьбу, все возможно. Все, что хочешь, возможно. Я расскажу вам еще такую предысторию. Мне не надо ничего рассказывать. Чем больше вы говорите, тем больше вы сами себе будете немилой. Знаете, почему? Потому что все эти разговоры вам не помогут. Если говорить о понимании вас окружающими людьми, то человек реально может понять только себя. Другого человека понять очень сложно. Вы не сделали хороший поступок, не совершили хороший поступок. Но если смотреть назад, то вряд ли вы могли его не совершить. То есть у вас была возможность покончить жизнь самоубийством или с катушек сойти, допустим, в пехушку попасть. Вполне реально. Уже спутанное сознание было у вас. Спутанное сознание такое. В общем, сейчас вам надо молиться, раскаиваться. Я молюсь уже три месяца. То есть ему тяжело очень, потому что предательство — это самое тяжелое, что есть в этом мире, в этой жизни. Тяжелее ничего не бывает вообще для человека. Предательство, кого ты веришь, как бы в человека — это самое трудное, что может быть. Ну, как бы то, что вы предали в спутанном сознании, как бы это оправдывает вас. Если бы вы вот так нагло как бы ушли, тогда вообще непонятно, как с вами жить. А так, как бы еще куда ни шло. Так вот устроена судьба. Если смотреть в жизнь как бы молодого человека, спросить, а что такое вообще, то вот точно такой же поступок. Даже не в прошлой жизни, а где-то три жизни назад. Такой тоже поступок, предательство. И потом третью жизнь уже расплата. Ну, то есть, как бы так судьба мучает людей. Просто вот если положено, тебя будут гасить. Судьба будет гасить. Я тоже испытал подобные вещи тоже в жизни. Тоже у меня судьба так же запятила. Ни тебе не помогло, ни молитва, ни тебе. У меня еще мама в детстве тоже, можно так сказать, она оставила меня. У меня воспитывала бабушка. Ага. Ну вот видите, это у вас судьба такая. Ну, хочу я, чтобы, ну, как что-то с детьми моими такое было, как вы говорите, на лет назад, чтобы все продолжается. Теперь у детей. Занимаясь очень активно духовной практикой, молюсь, желаю всем счастья. После этого бросила пить, пить. Полностью, вот как три месяца назад вернулась, так, как бы, появились силы к этому всем действиям. Но видите, как интересно, то есть, тогда не было сил, но муж, как бы, был, ну, как бы, очень сильно настроен к вам. А сейчас у него полное отчуждение от вас, а у вас есть желание служить. Видите, так вот интересно устроен этот мир. Когда мы что-то теряем, мы пытаемся вернуть, а когда у нас, как бы, все нормально, то мы это не ценим. Как мне помочь ему? Вам не надо никому помогать. Вам надо побеждать свою судьбу. Потому что вы думаете, что то, что сейчас происходит, это его проблемы. Это ваша судьба. По факту, ну, вы не должны были вернуться домой. Ну, то есть, он вас вернул просто внешне, а внутри он не с вами. Вам говорит об этом или нет, я не знаю, но он внутри не с вами, он один. Он вернул внешне к детям, как бы, вас, но внутри он не с вами. И пока вы не победите судьбу, он будет так не с вами, потому что у него нет сил, так же, как у вас не было сил остаться дома, так же, как у него сейчас нет сил, тоже остаться с вами в отношениях глубоких, так сказать. Ну, это все испытания. Вот если посмотреть сверху, что между вами происходит. Ну, как бы, обычные люди, они в этих случаях просто заканчивают свои отношения. Ну, то есть, обычно, вот это все разрушает семью. А вы не обычные люди. У вас, как бы, есть что-то большее. У вашей супруга есть принципы, вы его уважаете очень сильно, как личность. У него есть принципы внутренние, он сражается за эти принципы, живет по правилам. Вот, поэтому это дает возможность идти и побеждать судьбу, сохранять себя в правильных вещах. Еще очень важно знать, что приходит время, и человеку придется понять, что он наедине с Богом живет. Ну, как бы, мы хотели бы в этом мире быть не одинокими. Хотели бы, чтобы вот можно как-то рассчитывать на близких людей. Но это все иллюзия. Вот, ну, как бы, никто не может нам помочь. Если ты сам не побеждаешь судьбу, никто в любой момент может отвалиться. Ну, судьба может оттяпать кого хочешь. Или, ну, как бы, реально той человеку погибнет. Или это происходит вот так, как вот сейчас произошло. То есть, человек остался, но он уже не рядом в сердце. Ну, то есть, так действует судьба. То есть, сначала его наказала судьба, теперь ее наказывает судьба. Надо ее побеждать просто, эту судьбу. Если оба будут тебе молиться, то все пройдет, вот это все закончится и будет нормально. Ну, когда может быть нормально, если он поймет, что с вами произошло, реально поймет, что с вами произошло. Потому что сейчас можно подумать, что я вас, как бы, оправдываю. Я могу видеть вас в то время, но не все же могут это сделать. Поэтому не всем понятно. Жизнь человека — это как кот в мешке в черной комнате. Ну, то есть, ничего не понятно. На многих уровнях ничего. И даже если ты нашел кота, мешок, то там еще надо париться, что он черный. Ну, то есть, ничего не понятно в жизни. Но если ты все понял, то ты оцениваешь, как можно ли было остаться в семье. Самый лучший вообще поступок для вас был — это просто уйти и остаться одной, пожить одной. Не к кому-то уходить, а просто одной побыть. Вот это был бы идеальный вариант вообще. У вас даже была в голове такая идея, как бы, ну, что-то вам не хватило на нее. Если смотреть сверху на все, что произошло, то я вижу только одно. Господь проявил определенную милость к вам, показав, что мы все здесь одиноки в этом мире. Никто не может нам давать никаких гарантий, кроме Бога. Это называется отречение. Когда человек это понимает в жизни, он достигает отречения. Но отречение означает, ты всех прощаешь. Ты понимаешь, что никто не может ничего сделать тебе. И ты ко всем относишься хорошо, но у тебя в сердце никогда не будет веры в людей. Будет забота, внимание, желание помогать им. Но верить в человека — это уникальная вещь на самом деле. И вера в человека бывает. Но эта вера означает только вера в того человека, который сильно связан с Богом. И это вера в святого человека. Потому что святой человек, который сильно связан с Богом, не предает. Почему? Потому что у него хватает сил не предавать тогда даже, когда ему очень трудно. Но все остальные люди не способны на это. Приходит время, и все косят. Или человек уходит к кому-то, или болеть начинает сильно, или ещё что-то с ним происходит. То есть очень трудно остаться вместе и не предать, когда тебе тяжело. Очень трудно остаться вместе и не предать. Только возвышенные Личности способны на это. Извините, пожалуйста, можно ещё один вопрос? Не знаю, что со мной происходит, постоянно хочется спать. Но вот это результат, вы пережили тяжёлую ситуацию, и сейчас у вас отходняк идёт. То есть вы, ну как бы, ну как... Ну вот мы, допустим, с Максимом, когда поездка заканчивается, вроде нам режим дня же надо соблюдать, а мы спим, как сурки с ним. Почему? Потому что организм своё берёт. Вот я, допустим, потрудился 20 дней, каждый день лекция, раз в три дня перелёты. Я как бы отдал всё, что мог. Потом приезжаю домой, и капец. Первый день обычно 10 часов сплю просто. Я хочу встать, не могу просто. Сплю и всё. Ну я в последнее время как-то даю организму возможность, вот что ему надо, он берёт своё. Потом постепенно пошёл, пошёл восстанавливается. Надо заставлять себя гулять на свежем воздухе, зарядка, пробежки, молитва, и тогда будет легче пережить это. Ну как пройдёт 2-3 месяца, и у вас всё придёт в норму. Но вы должны знать, что в вашей судьбе есть такие периоды. Следующий период будет где-то через 11 лет. То же самое будет повторяться один в один. И такой период до этого у вас был где-то в 4,5 года от роду. Может, вы знаете, может, нет, вы тоже были в очень плохом состоянии психическом. Ну то есть у вас вот такие периоды бывают по судьбе, что вам очень психически тяжело становиться на грани срыва, как бы, и вам надо научиться это побеждать. Не сходить с катушек. Спасибо большое. Олег Иванович, я ещё одну секунду. Просто я вас послушал сейчас, и такое ощущение сложилось у меня, что чтобы это всё пережить, и простить чуть ли не святым человеком надо стать. Конечно, однозначно. Ну, то есть как бы практически невозможно, да? Возможно. Почему невозможно? Всё возможно. Я вот смотрю на себя в зеркало, думаю, ну никак он святым не должен стать, по идее. Слишком много. Ну, не мы это решаем, это Господь решает. Он выбирает людей сам. Я понял. Ну, наверное, я знаю ответ на этот вопрос. Как простить по-настоящему? Нет, не будет там, что надеяться, что делать? Всё вот, что вы сказали. Я так и думал. Спасибо, Игорь Иванович, не буду снимать. Я могу вам ещё кое-что сказать, что выходит за обычные, так сказать, рамки. Если вы найдёте где-то святое место, есть святые места и святые люди в ней. И если вы найдёте такого человека, которым у вас сердце будет очень сильно предрасположено, и попросите у него благословения, то тогда вы сможете пересечь эту черту, которая для вас сейчас кажется непересекаемой. Но реально она пересекаема. Я испытал один раз это в жизни. Даже если кажется, что непересекаема, она пересекаема, если ты выполняешь свой долг просто. Ну, то есть вами, вы сейчас не можете её пересечь своими силами. Вы это видите. Но есть такое понятие милость ещё. Понимаете? То есть у меня был такой случай, когда человек лежал в реанимации, и он не дышал. У него был ослеп один класс, парализовало полтела. И это всё происходило от яда утулизма. То есть он поел грибочков, хотя ему не советовали это делать. И всем не советую есть грибочки. Вот. Но он поел. И в результате попал в реанимацию, и как врачи сказали, что он уйдёт из жизни. И он сам это чувствовал, хотя он был в сознании. Я не двигался, молился. И на каждую молитву у меня отклик был вот такой же, как вы говорили. У меня не было сил. Вот я молюсь, и у меня его судьба забирает силы. Я начинаю сильно молиться, а заканчивается каждая фраза, как будто я ноль. Вот так. Как будто молитва уходит никуда. Вот такое. И потом в конце каждой фразы один ответ. У тебя ничего не выйдет, он умрёт. Ничего не выйдет, ничего не выйдет, ничего не выйдет. И так час. Я сижу, и как бы уже нет стимула никакого. Я думаю, я буду просто продолжать. Но у меня уже, как бы, я сказался, я не буду двигаться, пока не смогу победить. И когда я себе это сказал, я не поверил своим словам. Но я как бы не двигался, и мне плохо стало. Ну не плохо, а уже невыносимо как бы. И в какой-то момент, ну видно, Господу понравилось то, что я делаю. И он взял и поменял судьбу. Вот в секунду это произошло, и почувствовал, что он будет жить. И в это время он начал дышать, этот человек. Это необычное такое чувство. Это по моли Бога всё происходит. Просто если Господь захочет, то раз, и всё это происходит. Надо продолжать выполнять свой долг. В любом случае, если вы его не выполните сейчас, опять будет то же самое в следующей жизни. Ну ничего толку вот этого всего. Вы просто не помните, что в прошлой жизни было. Там было вообще капец. У вас в возрасте 43 лет с половиной тоже так вас сделала судьба, что просто вы потом несколько лет ползали, просто восстанавливались. И я думаю, что когда вот это произошло, у вас память вот этих прошлых событий, она сильно вспыхнула. Вы почувствовали, что это что-то такое, я уже знаю, я уже помню что-то такое. Ну то есть не может быть, чтобы вы не вспомнили, что произошло тогда в прошлой жизни. Потому что там была жизнь просто гораздо тяжелее, чем то, что сейчас. Я думаю, что в прошлой жизни вы просто потеряли близких. Ну то есть они погибли там, ну что-то такое реально произошло. Поэтому как бы надо закончить с этим совсем. Один раз переживите, перетерпите, как бы вот так помолитесь, восстановится сердце. И все, на этом закончена эта свистопляска. Не надо сожалеть. Поругались, опомнились, сразу прощения просить. Попросили, забыли. Это правильный выход из того, что произошло. А если, ой, зачем мы поругались? Не смогли, не справились, поругались. Надо побеждать судьбу не так, как вы думаете. То есть вот это вот как бы сожаление, это не способ жить, это пустая трача времени и сил. Лучше работайте над собой, чтобы потом не ругаться. Вы тратите силы на то, что уже прошло. Попросите прощения, идите вперед дальше. То, что упало, то пропало. И нужно уметь смеяться над собой, не корить себя, там, убивать себя, а смеяться над собой. Ну, ты не смог, ну, хорошо, учись. Покаяние не означает биться головой об стенку. Один раз сказал, что я неправ. Десять раз посмеялся над собой, сделал что-то хорошее. Разберись, что тебе делать хорошего, чтобы стать сильным, нейтрализовать плохую судьбу. Не нужно уходить в прошлое. Понимаете, ушел в прошлое, проиграл судьбе. Это отношение к жизни. Почему душой старика? Потому что не хочешь дальше работать над своей судьбой. Не хочешь дальше улыбаться, не хочешь дальше сражаться, не хочешь бегать, прыгать, как вот мужчина сказал, молиться и жить, учиться правильно. Не хочешь. Хочешь, ну, как бы, печалиться, грустить и считаешь, что твоя жизнь закончилась. Почему? Потому что ты не хочешь идти дальше. Ты не хочешь побеждать судьбу. В тот момент, когда человек уже не может идти дальше, он уходит из жизни. Обычно это там 85-86 лет. Если человек живет правильно, он не от старости умирает. Он умирает от того, что он уже не может дальше поддерживать себе вот эти силы. Ну, как бы, ему тяжело уже. Все, он решил, все, надо заканчивать. И очень быстро пройдет два месяца, человек уходит из жизни. Это правильная жизнь. Он все время жил сильно, счастливо. Но пришло время, и он понял, все, как бы, он уже не может. Слишком тяжело. Но если человек это решил в 30 лет, тогда он, как Личность, 30 лет помирает. Если ты решил больше, ты не можешь идти дальше, значит, это твое решение. Это не значит, что нет возможности никакой. Есть возможность. Просто ты, во-первых, не знаешь, как изучай, учись. Через память человек побеждает судьбу. Помнить надо. Если человек помнит о себе, он все время мучается, будет постоянно, как бы, думает о себе, о своей жизни. Тогда ничего не будет хорошего. Вот я, вот у меня счастье было в прошлом. Ничего хорошего не будет. Только плохо все. Ты уже, все, твоя жизнь закончилась. Вот, допустим, в чем сила мужчины, а в чем слабость в отношении? В чем сила мужчины в отношении к женщине? В чем сила мужчин? Мужчина должен внешне женщиной вести себя очень мягко, по-доброму, нежно, ласково, ненавязчиво, прощать, просить прощения. А внутри быть очень твердым, как скала. И тогда он сильнее женщины. И женщина должна вести себя точно так же. Если женщина внутри твердая, но снаружи мягкая, добрая, то она правильно ведет себя с мужчиной. Понимаете? Но часто женщины, они, не понимая свою внутреннюю силу, начинают капризничать с мужчиной, вести себя жестко, непреклонно. И таким образом они рушат ему психику. Потому что женщина это или благословляющая сила, или проклинающая. Если она его как бы гасит, то он будет погашенным просто. Точно та же мужчина, если жену гасит, она тоже будет погашенным. Понимаете? Отношения любви имеют мягкую, ненавязчивую, добрую природу. Это тоже отдельная тема беседы, я, может быть, семинар как-то сделаю. Об отношениях. Отношения означают определенный настрой на определенную энергию. Вот, допустим, есть деловые отношения. Они и состоят из принципов, правил. Здесь надо быть строгим, твердым. Немножко на дистанции относиться к человеку. Это деловые отношения. Отношения с любви, они по природе своей, другие. Вот деловые отношения имеют мужскую природу. А отношения любви женскую. И эти отношения, они очень мягкие, ненавязчивые, полушутливые. То есть они несерьезные, эти отношения по природе. Они полушутливые, они игривые. И в этих отношениях ты быстрее добиваешься цели, чем, допустим, если ты будешь серьезно себя вести. То есть нельзя путать. Вот, допустим, если ты в семье находишься, допустим, можно обманывать жену? Можно. Для любви. Вот, допустим, как можно обманывать жену? Допустим, ты ее не простил, и ты говоришь, я простил тебя. Так можно обманывать. И если ты так сказал, ты прощаешь на самом деле. Понимаете, вот так можно обманывать. Или мужа как можно обманывать, допустим. Он говорит, я там на работе, то я себя поругался. Допустим, вы понимаете, что начальник прав. Но он спрашивает вас, кого ты считаешь правым в этой ситуации? Ты должен сказать, конечно, тебя. Понимаете, если вы так скажете, вы тогда поймете его правду. Через любовь это все вскрывается. Ну, то есть эти отношения очень легкие. Почему люди ругаются друг с другом? Потому что они понимают, что легким способом легче решать все вопросы, чем если вы будете серьезной совести. Вот в чем серьезность женщины? Она обижается, капризничает, требует чего-то. В чем серьезность мужчины? Он гневается, грубит. И это разрушает любовь. Если вы хотите, чтобы ваш близкий человек вас глубоко понял, надо, наоборот, ему ненавязчиво, мягко, по-доброму все объяснять, как бы иносказательно. И тогда он больше поймет, чем если ты на него будешь давить. Эти вещи тоже надо знать. Эти глубокие, это глубокие вещи, понимаете? Это не то, что я выдумываю сейчас что-то. Вы скажете, Олег Геннадьевич, это что, все время ля-ля-тро-ля с близким человеком? Вот именно. Но это не жизнь. Почему не жизнь? Это жизнь. А что ему ничего нельзя строго сказать? Ну, что ли? Нельзя, можешь сказать в офисе у себя так. А с близким человеком надо мягко, аккуратненько, по-доброму. И тогда будет хороший результат. Но если ты будешь жестить, тогда будет плохой результат. Может женщина жестить, обижаться, капризничать. Может мужчина жестить, грубо себя вести очень. Все это разрушает любовь. Понимаете, есть энергии, и для них нужно подбирать систему реагирования. Вот если энергии очень тонкие, значит, надо настраивать очень тонкое реагирование. Вот, допустим, ты не можешь часы ремонтировать большой отверткой, только очень маленькой. И тогда будет поддаваться ремонт. А кувалдой тем более. Ношение любви имеет тонкую природу. И они поддаются регуляции только тонкими методами. Что она, допустим, обиделась, подходит, говорит, у нас есть проблема. Я говорю, да, я согласен. Она говорит, ну ты даже еще не знаешь, что за проблема. Я говорю, я все равно согласен. Ну хорошо, если ты согласен, скажи, кто виноват в этой проблеме. Я говорю, я виноват. Она говорит, да почему ты так решил? Я говорю, ну потому что мы вдвоем живем, больше некому. И она падает на пол, начинает смеяться. Проблема заканчивается. Проблема решилась очень просто. Я себя считал виновным? Нет. Почему она успокоилась? Потому что я включил отношения любви в это время. То есть я очень по-доброму, мягко с ней себя вел, и она сразу успокоилась. Понимаете? Ну если там начинать, у тебя всегда одни только проблемы. Ты сама виновата. Начинает скандал. Почему? Потому что ты реагируешь неправильно. Если это отношения любви, значит ты тогда реагируй с любовью, по-доброму. Мягкие отношения дают возможность быть счастливыми в отношениях. Но вот этому надо учиться. Это должны родители показывать детям с детства, обучать их, как вот в отношениях любви себя вести, как строить эти отношения. Вы скажете, что это очень поверхностно так себя вести. Нет, это очень глубоко, наоборот. Поверхностно это орать друг на друга. И потом люди, которые так себя ведут, они очень сильно сожалеют. Потому что любовь-то рушится. А если мягко, по-доброму, то это оставляет очень светлую память. Но при этом ты должен знать, что в отношениях любви ты не сможешь пожаловаться близкому человеку. Не сможешь ему открыть правду, как тебе тяжело, как тебе плохо, допустим. Только по одной причине, что это возможно только на более глубоких стадиях. Даже в отношениях любви, по факту, люди одиноки в жизни друг с другом. Только потом, когда отношения любви углубляются и появляется чувство надежности от близкого человека, и тогда человек способен залазить глубоко в его сердце, не боясь, что ему там обожгут кипятком. Понятно? То есть они очень ранимы, эти отношения, и поэтому сначала их надо очень аккуратно развивать, не лезть никуда никому в сердце. А люди сразу говорят, ты что, скажи мне правду, ты вообще любишь меня или нет? Любишь означает готов навечно мне отдать свою жизнь. Ну, конечно. Я говорю, она ты сейчас думала, конечно. Все это просто понты. На самом деле, потом бац, и все закончилось. Почему-то он так признавался в любви, и все закончилось. А потому что любовь это другое. Она строится на очень аккуратных отношениях, добрых. Человек проверяет эти отношения годами, постепенно, все глубже, глубже. И эти отношения строятся также на правильном поведении. Не просто ты там признаешься, что-то обещаешь. Ты должен еще вести себя правильно. А это молитва. Человек не может правильно себя вести, если он слаб. А сила берется от природы, от Бога, от добрых людей. Если у тебя нет таких контактов сильных, то ты и слаб. У тебя нет сил, значит. Ты не защищен. Означает, что ты проиграешь даже в этих отношениях. Ты предашь близкого человека. Вы говорите, Олег Геннадь, что вы себе не доверяете? Душа не должна себе доверять, потому что она слаба. Душа должна доверять людям добрым, которые от Бога. Люди добрые, значит, от Бога. Душа должна доверять храму и людям, которые в храме, и также святым людям. Богу должна доверять и природе. Вот эти источники не обманывают. Природа всегда тебя будет лечить, если ты как бы аккуратно к ней относишься. Если она тебя не будет лечить, она тебя предупреждает. Вот, допустим, ветер тебя пугает очень сильно. Ну, не иди туда, не делай зарядку на этом ветре. Она предупреждает. И вот эта природа, она говорит, это для кого-то лечение, но не для тебя. Тебе плохо на этой природе. Все, сразу ты уходишь, и все нормально. Понимаете, да? Ну, то есть она тебе говорит, ты смотри, это не твое. Она предупреждает. Но это не значит, что вся природа как бы плохая, тяжелая. Если она тяжелая, ты будешь предупрежден. Но природа в основном лечит человека. Она приносит счастье. И сегодня в парке у вас бегал и чувствовал счастье. Парень с девушкой здесь, которые приклеились ко мне, там побежали со мной. Здесь они на лекции. Нет? Девушка такая подбегает. Я бегу такой. Девушка подбегает такая. Ау! Аликенадий! Ура! И парень такой еще подбегает. Ну, то есть мы с женой. И они со мной подбежали вместе. Начали снимать, общаться. Они такие счастливые. А? Такие счастливые на видео. Рот до ушей. Мы встретились. Они слушали мы лекцию шесть лет. И встретились первый раз. Неожиданно. Ну, если б я был какой-нибудь... Они б не подбежали. Не подбежали, потому что я бежал. Я был счастливый на природе. И они подбежали порадоваться вместе со мной. Ну, если б я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Тогда никто и не подойдет. Теперь я чай-мурашка. Ну, примерно так. Человек сам должен настроиться правильно. Это не игра. Это не себя ничего корчить. Это означает добрые дела. Служи природе добрым людям. Придет время, и твое чувство собственного достоинства наполнится благочестием. Ты рассветешь. Придет время. Не сразу. Придет время, ты рассветешь, и ты будешь счастлив в жизни. Потому что ты будешь сильнее судьбы, когда человек счастлив, когда он сильнее судьбы. Станешь сильнее судьбы, будешь счастливым. Пока не станешь, наполняйся дальше, совершай аскезы, служи людям, служи природе. И постепенно ты будешь мудрецом, ты увидишь глубокие вещи, которые другие люди не видят на самом деле. Ты начнешь понимать ход времени, как действует время. Сильная позиция жизненная. Пусть ваши чувства будут сильными, когда человек всем добро делает людям, природе, любит все вокруг. И вот чувства сильными становятся. Они подбежали, муж и жену, вот эти, ко мне. И девушка такая, а-а-а, Олег Геннадьевич! Чувства сильные, дела красивыми. Когда чувства сильные, у человека красивые дела, он красивые вещи делает. Сердца достойными любви становятся. Когда человек красивые дела делает, сердца становятся достойными любви. И говорят, почему он меня никто не любит? Ну, сначала добрые дела делает, у тебя чувства сильными станут, ты станешь радостным таким человеком. А потом тебя будут любить. Потому что любовь — это награда за правильную жизнь. Это не то, что вот... Когда меня по гороскопу полюбят, при чем вот это? При чем гороскоп? Это награда. Когда я по гороскопу в институт поступлю? Выучись, поступишь. Нужно учиться. Это награда. Поступление в институт — это награда. Ну, то есть, награды приходят. Не то, что это случайность. Вот некоторые им повезло, поступили, не повезло, не поступили. Здесь есть какая-то удача. Все зависит, конечно, от периода жизни. Но в основном, если человек сильно учится, он по-любому поступит, даже если у него все плохо. Я помню, я поступал, когда я учился сильно. И я поступил, потому что я учился. Ну, была удача тоже. Но один парень воевал в Афганистане, как бы, и он поступал вместе со мной рядом. Я видел, как он поступал. Ну, там вот... Ну, он вообще не знает, ну, как бы, тему. Ему чуть ли не такой вопрос, ну, какого цвета учебник по химии? Ну, как бы, примерно. Он сказал, все, отлично, хорошо, молодец. Ну, причем, потому что его хотели взять. Потому что он... Видно было, что он будет хорошим врачом. Так оно и получилось. Человек, который вот прошел войну, сердце как бы сохранил чистым. Это значит, что он будет хорошим врачом. И он потом стал хорошим врачом этого человека. Это преподаватели не ошиблись. То есть, некоторые с помощью учебы, ну, как бы учебы на экзаменах достигают цели, а другие просто добрыми делами. Иногда вот преподаватели берут человека просто, потому что они чувствуют, что он будет хорошим врачом, и все. Сердце благочестия достаточно, можно даже вообще ничего не делать иногда. Тебя просто возьмут и все. Но это значит, что что-то делал до этого, понимаете, не то, что тебе повезло, опять же. Это не везение. Тема понятна, то, что я рассказываю? К чему стремиться, понятно? Самое главное, запомните принцип. Вот принцип жизни, он прост, но сложно выполним. Он прост, но очень сложно выполним. И мы с детства знаем этот принцип жизни. Но большинство людей почему-то от него отступают. Принцип означает «никогда не сдавайся». Принцип означает «никогда не сдавайся». «К gasporter» Принцип就是 «какойга». Принцип означает. Принцип línea – epilepsy. Принцип означает «какойга». Принцип necesitаться.